здравствуйте виктор александрович добрый день добро пожаловать в щебоксары когда мы готовились к вашей встрече мы посмотрели вашу биографию и очень удивились количеством ваших профессий вы работали на шахте диджеем педагогом театральной студии редактором газеты пирог телеведущим режиссером и актером что каждый из профессий вам дала первых заработок это понятно на самом деле первое мое занятие когда я принял решение самостоятельно зарабатывать себе нахлепочки актерская работа я увлекся театром в 15 лет закончил театральный класс у нас в городе прийти драматическом театре и сразу же был принят на работу по моему актером девятого разряда это самая низшая разрядная сетка в наш маленький городской молодежный театре театр на весеннем назывался и уже потом в развитии когда я начал получать образование еще не имеет театрального образования потом в развитии когда я получать образование когда я обзавелся семьей я понял что нужно как-то выживать в этой жизни зарплата вот вы сейчас тоже занимаетесь замечательным делом юношеская журналистика это потрясающе это хорошо но вот встав на ноги вы может быть поймете что доходы вам не приносит тогда придется идти работать с томатологом может быть каким-нибудь или инженером на завод так и я понял что актерская работа когда мне появился ребенок не приносит денег и мне пришлось выбирать другие пути заработка для мужчины это нормальное движение движение к достатку своей семьи и я всегда мечтал вернуться в профессию и один из моих учителей один из моих мастеров говорил что самое главное в актерской профессии это собирательство актер как заботливый внимательный лесник идет по лесу и собирает грибочки собирает ягодки орешки все что ему нужно в корзинку это опыт который мы приобретаем двигаясь по жизни потом в любой момент бытия на сцене в кадре где угодно мы достаем тот самый опыт который мы подобрали который мы впитали там в одном или другом месте используем поэтому в каждой из профессии честно могу сказать что будучи шахтером я научился этому будучи спасательными научился этому нет я все эти свои постаси принимаю в себе и сейчас я могу быть и актером могу и гвозди в стену забивать спокойно и работаю с электропилами и чем могу и красить белить и все что угодно дайте тогда совет ребятам которые никак не могут определиться со своей будущей профессии ну это очень сложный вопрос раньше в такой замечательной стране в которой я родился назывался советский союз было целое направление профтехобразования человек уже выбирала и сферу деятельности это уже можно было быть и пекарем и врачом и и уже понимал куда сейчас этого нет сейчас только на примере своих родителей соседей того общества которое окружает мы выбираем что нам ближе что нам хочется и конечно же здесь же самая большая забота это родителей и учителей показать куда можно развиваться я смотрю на своих парней старшему 17 12 соответственно и 8 и это тоже такой разброд и шатание я не могу сказать я показываю даю руки молоток даю там скрипку все что угодно делайте пробуйте кисть чтобы рисовать и мяч чтобы играть футбол нету какого-то в этом вопросе еще скрыт наболевший вопрос для меня сегодняшнее поколение детей вас она к сожалению это как бы и беда нашего современного общества мы же вытяживаете на всем готовом вас все есть согласитесь когда-нибудь когда вы ждали когда последний раз вы ждали выхода на экраны вашего любимого мультфильма вы захотели посмотрели правда сейчас мы с вами говорим а я в интернете посмотрю а библиотеку кто из вас ходил последний раз а искал информацию какую-нибудь большой советской энциклопедии перелистывая страницы за странией это тоже поиск это погружение на право все легко и просто есть захотели вот сейчас очень модно не модно там уже последние несколько лет говорит новый год это связано всегда запахом мандаринов не связано в год запахом мандаринов просто у вас мандарины есть каждый день пошли купили открыли съели а мы действительно ждали нового года столько новый год можно было поесть это не хорошо и неплохо это общество это ваши родители ваши учителя сделали наш мир сегодняшний сегодня таким мы имеем право жить уже в полном достатке но при этом нет какого-то стремления поэтому и выбрать профессию сложнее меня учили что только своим трудом и с вкладом в общество я заработаю себе честное имя и достаток то сейчас ты понимаешь что какой-нибудь блогер в интернете ничего не делая выкладывая какие-то свои селфи может заработать это это тоже нехорошо неплохо это картина сегодняшнего мира и в этом мире вам на самом деле будет сложнее выживать но на ваши учителя ваши родители думают что вас поддержат дерзайте спасибо как вы справлялись с малолетними преступниками и почему вы решили заниматься в театральной студии это тоже преподавать преподавать извиняюсь не совсем уже были преступниками к тому моменту когда они оказывались в этом заведении это детский социальный приют для детей и подростков так он называется мелкие воришки какие-нибудь там и наркоманы у нас малолетние были все что угодно и перед тем пока комиссия по делам несовершеннолетних пока там суды устанавливают дальнейшую судьбу этих детей передачи или в детский дом лишения религии родительских прав они временно находились в этом детском социальном приюте собственно говоря и должны были находиться там по моему максимальный срок нахождения месяца три а так затягивались дела что некоторые жили там годами и семьями там там братья и сестры и все остальные и эти дети находясь данным на социальном на государственном обеспечении в этот момент это бы они продолжали учиться их отвозили в школу привозили в школу когда они впадали попадали вот в этом нормальное человеческое общество они их они готовы были отдавать с еще больше поэтому я с ними же организовал детскую театральную студию и пытался посредством театральной педагогики момент адаптации улучшить детей ну вот я считаю что у меня получилось мне очень нравилось это и и опять таки я говорю что эти дети одна из проблем с которых я начал говорить чуть ранее это мотивация сегодняшние сегодняшние молодежь она не имеет такой мотивации ночи все есть все хорошо мам папу все покормят в интернет зайдущий найду так вот эти дети были наиболее мотивированы мы мотивированы заниматься то есть им надо было там пинать и заставлять делать они сами все хотели брали игр человек когда настроен помогать он помогает он говорит я хочу дай мне что-нибудь я готов я же своих детей говорю иди сделаю вот это вот даже встать заставить поднять свою пятую точку что-то куда-то по вот те дети намного более успешно это как знаете как вот ты приезжаешь в большой город москву и ты понимаешь что все основные какие-то интересные позиции телеведущие актеры там инженеры они заняты людьми приехавшими в москву жителями чуашской республики в том числе вот или как я из сибири приехал потому что москвичи коренные они менее мотивированы все есть квартира бабушки с дедушка досталось ну что я буду там шевелиться я где-нибудь поработаю а человек приехавший человек живущий на голом месте должен зубами ногтями когтями в царапываться в эту жизнь оттвоевывать себе кусок это хлеба уровень мотивации ну и уровень профессиональности а со своими детьми вы как занимаетесь там домашку проверяйте вот с младшими которым 12 8 ужасный вопрос я покупаю книги заставляю читать я самого рождения ввожу некоторые ограничения например на сладкое ввел и потому что иначе бабушка с дедушка готовы закармливать тортами и шоколадом конфетами и все это как несется 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 или там помню у меня когда сашка родился 12 лет дед с бабкой чуть с ума не сошли и все время какие-то подарки хотели куда становитесь живу же это невозможно он же он ценности нет тогда человеку все есть и она просто пропадает поэтому я запретил там и подарки давать и шоколад только по четвергам в рыбный день выдавал меня такой строгий отец я могу и накричать задача родителей направлять мягко подталкивать поддерживать и вот эта поддержка она не всегда сугубо имеет доминирующий характер то есть не просто кнутом кунтом и пряником обязательно но ты что касается спорта начал говорить например ни один ребенок в четыре года не хочет стать выдающимся легкотлетом или знаменитым хоккеистом и только родители вводя его каждый раз на занятия по кружкам настойчивого растяжка мама мне больно у меня знакомая гимнастка сейчас директор модельного агентства она горит если бы не мать я бы никогда бы она чемпионка европы художественной гимнастике я бы никогда или там фигуристы сегодняшние девочки осознание приходит чуть позже может быть с первыми победами или с первыми поражениями но этот путь надо начать надо пройти если не родители если не педагоги которые будут сам ребенок сам ребенок хочет сидеть дома смотреть мультики есть мороженку и ничего не делать да вы выпускали газету пирог о чем там писали обо всем это подростковая информационная развлекательно-образовательная газета название придумал я сам там же детском социальном приюте с теми же с детьми с которыми мы организовали театральную студию они просто все вокруг меня были дети сами писали статьи о том что их интересовало газетка была небольшая всего один листок но все она издавалась спасибо городу нас поддержали бесплатная типография и она издавалась и тиражом по моему фу мне где-то дом валяется она 10 тысяч экземпляров это очень немало и она вкладывалась городскую газету просто как приложение и мы наши наши ребятки мы ходили по школам разговаривали с детьми на всякие детские мероприятия эстафеты чемпионатами все это освещалось и кроме нашей газеты больше в основном городской газете все время все вопросы налоги бюджет время было по середине 90-х было зарплаты не платят здесь по повышение здесь понижение все это наша газета и яркие события и эмоции это все что связано с детьми хотя бы материал вовремя сдавали просто да было такое но дело в том что как бы замотивированы не были мои дети высказать свои мысли процентов на 60 если не 70 материала было моего писал я ничего себе раскрываем тайны да потому что у меня был помню четыре псевдонима всяких разных и вы от четырех писали я от четырех всякий писал василий затейников виктор логинов пишут уже более серьезные главные редакторы так далее вы даже бились с быком в больших гонках я даже с медведем однажды встретился ничего себе ну что еще кроме быка и медведя вы делали экстремальное может там корову до или нет я корову не доил я вытащил человека из огня я спас тонущего ребенка и откачал в моем пути шесть эпилептиков было они как на магнит бывают примеры эти эпилептические скучения у людей скучаются я почему то я не знаю почему вот а коровы нет не доил хотя я думаю что я козу доил козу доил ну что-то наверное похожее ну там габариты чуть поменьше всем самым волосом многие подростки начинают самовыражать себя тем что красят волосы делаю татуировки как вы думаете это нормальный способ самовыражения пожалуйста и татуировки волосы все что угодно все если это не если это соответствует уголовно-процессуальному кодексу то любое появление самовыражение ребенок да он становится подростком и начинает кричать заявлять и себе это же было во все времена это всегда кто-то музыкой кто-то не может не может ведь ори орет я сейчас смотрю на своих все то же самое происходит и я в этом плохого ничего не вижу но вот например моя дочь сделала татуировку первую 17 лет вот было период большой влюбленности она влюбила втихаря от меня выбила имя любимого мальчика прошло наверное ну они долго там лет до 19 они были вместе в 19 лет она пришла и говорит папа дай денег на лазерное удаление я говорю а теперь главный вопрос знаешь что удалять будет еще больнее чем бить как игру так она ходила три сеанса плакала слезы текли это очень больно я ходил с ней была забавная история поэтому самовыражение это хорошо но главное может быть определиться оно не всегда обдуманное бывает но вот я считаю что одно из модных направлений самовыражение как например зацеперство когда подростки цепляются за электрички за поезда и таким образом это дурная идея это смертельная идея она рано или поздно закончится смертью вот все вот это все экстремальные там прыжки по крышам я тоже бегал по крышам я понимаю что я говорю но сам делал то же самое я цеплялся за электрички ездил но это все до поры до времени все что связано с экстремальным риском должно быть обосновано тем что есть 18 лет случилось можешь дальше свою жизнь управлять иди пожалуйста делай что хочешь пока тебе не случилось пока родители в ответе за тебя все-таки ты должен немножко и родители даже тебя от этого предоставить просто каждый раз я говорю там говорю дочери я говорю знаешь сколько будет стоить в процесс восстановления волос при каждой краске волосы болеют потом секутся потом просто облысишь вот и поэтому здесь я сам себе внуха проколол тоже ходил как дурак с сережкой скучаете по вот этому проколотому уху или мы знаем что у вас были волосы покрашены не покрашены длинные 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 были знаете были не покрашены у меня была химия часто себя гуглите себя гуглит и зачем чтобы узнать что о вас думают ой нет перестал забил давно это совершенно после того как прочитал несколько новостей например о том что виктор логинова снесло в краю виктор логинов купаясь в красном море попал в стихийное бедствие его отнесло к берегам израиля что нет история давно была притом мы отдыхали в египте с друзьями и потом же они спрашивают ну как я говорю там течение сильное прям сносит так сдержишься за это они решили что вас не сли и меня снесло много-много таких историй сейчас с развитием соцсетей появились появилось множество фейковых страниц моих в разных где меня там не то что неприятно я думаю что нормальные люди но слава богу говорят хуже когда тебе не говорят когда тебе не говорят это совсем плохо значит люби если тебе если ты выбрал публичную профессию тогда ты конечно должен смириться и быть готовым к тому что ты все равно будешь все время под прицелом камер под прицелом общественного мнения под прицелом людей которые так иначе завидуют вам которые так называемые хейтеры которые будут всегда поэтому если вы не хотите этого если вы социально не готовы к такому вниманию тогда лучше заняться там не знаю профессии патологоанатома там людей мало живых особенно у нас в чебоксарах есть такая улица улица в честь Алексея Логинова и в Екатеринбурге Логинова деревня есть у нас есть улица ну вот на самом деле это я так пошутила это улица названа в честь Алексея Логинова это наш земляк это мой племянник ну младший племянник 25 лет Леша Логинова нет 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 он участник да великой отечественной войны наш земляк да да герой мы знаем что это такая героическая фамилия да но зато в Екатеринбурге стоит памятник Гене Гукину памятник стоит на вы сами терли ему сапожек на счастье я тер еще когда это не было мейнстримом когда я просто его открывал для меня это было настолько неожиданно мне сообщили буквально за неделю до открытия памятника о том что они решили это сделать и позвали меня на открытие и я не понимаю как себя вести в такой ситуации вроде бы ты понимаешь ничего достойного нету в стране где не было до этого там памятника Булгакову где не было памятника Бродскому и вдруг памятник Гене Гене Гукину ну зачем ну а тем не менее это решение не мое они поставили ну и пусть стоит а вам вообще сзади поставили памятник Майклу Джексон а вообще вам нравится Гена Букин как персонаж да я не могу к нему относиться с точки зрения нравится не нравится хорошо или плохо это огромный этап моей жизни который дал мне в том числе и вас если бы не не было Гена Гукина не сидел бы сейчас Логинов здесь в этом кресле это часть работы которая была она закончилась спасибо приходим к следующему этапу на телеканале НТВ стартует сериал который долго ждал сериал называется Чернов где я исполнил главную роль персонаж капитан полиции который попадает в сложную жизненную ситуацию бандиты его вводят в искусственную комму его жену и она там при смерти практически он расстает это дело вот это я считаю что один из следующих этапов моей жизни и конечно Ким Кеной Букин там не пахнет вот поэтому Чернов называется поэтому относиться к нему хорошо или плохо любить или ненавидеть я не могу мы знаем что вы в Чебоксарах вроде не первый раз не первый наверное третий или четвертый а чем удивил наш город или вы все уже здесь увидели все посмотрели мне кажется это невозможно ну я не скажу что я большой знаток Чебоксары экскурсию мне проводили там где дамбов плотинку красивые домики церкви стоят он одновременно и своеобразный город но и при этом все похоже на все российские города застроенные в советское время те же хрущевки те же девятиэтажки поэтому здесь удивляет удивляет не сам город удивляет люди проживающие в нем их желание сделать свой город лучше и Чебоксары конечно удивляют прежде всего чистотой это самый чистый город мы его признали самым чистым городом вот я говорю это же не сам город не не камни не не историческая ценность это люди которые живут которые просто берут и убирают свой город ведь чисто не там где метут а там где не мусорит в том числе у вас теперь у молодого подрастающего поколения нет даже идеи проходя по улице бросить бумажку будете искать какой то вот и это и удивляет это и радует одновременно дойти до мусорки дойти до мусорки да поздравьте пожалуйста наш город с 550 с 500 с 50 десятилетиям да как про чебоксарцы да дорогие чебоксарцы жители великолепного города чебоксары столицы чувашской республики я поздравляю вас с пятьсот пяти десятилетиям города желаю процветания вашему городу и всего самого-самого наилучшего ваш виктор логинов спасибо большое спасибо вам ребят ну мы вам приготовили подарок да вы что сами конечно мы выиграть пятьсот пятидесятилетие не смогли да поэтому у нас есть вам подарок скороговорушки скороговорушки а скороговорушки мы придумали скороговорки и собрали их все вместе в одном так скажем сборник ну конечно не мы ксюши да в себе медиа-центр наш куча мало да кира ири купила и риску киска маркиска стащила и риску замечательно да там авторы есть в общем вы актер поэтому развивать дикцию и ораторское искусство наверное актеру не обходим это речевой аппарат это мой инструментарий как и ваш инструментарий при помощи которого вы делаете карьеру спасибо огромное и последний вопрос какая самая сложность скороговорка которую вы знаете вот например вот шупашкар чебоксары шикарный роскошный сумасшедшую скоростью расцветающий центр чуваши отлично сложно ну я тоже так считаю да спасибо вам большое было очень приятно пообщаться спасибо что зашли к нам с удовольствием я прилетел к вам из Новороссийска через Краснодар через москву завтра Решка Орлан и Решка Орлан и Казань из Казани в Питере из Питера в Екатеринбург из Екатеринбурга через Саратов в Нижний Новгород из Нижнего Новгорода Владимир из Владимирова на Урал опять это в общем я спал сегодня три часа и мне кажется скороговорки будут нужны сегодня да АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ